Осталось о Маслин не один день. Обманула Маслина, провела, а сама поехала в край села. Были песни и танцы в исполнении музыкантов «Друженьки». Участвовали все возрастные группы ансамбля, от самых маленьких до взрослого состава. ПЕСНЯ Рассказали гостям клуба ветеранов и о масленичных традициях, особенностях праздника. Наверное, для большинства людей масленица – это блины и сжигание чучела. Но Друженька своим выступлением показывает гостям – не блинами едиными. История праздника сама по себе интересна. В понедельник – это встреча. Встречали масленицу, вздымали снежные горы, устраивали качели, вторник – заигрыш, устанавливали столы с явствами, объезжали с масленицы вокруг деревни, приглашая всех на веселье. Среда, как я сказала, лакомка, а четверг – широкий разгуляй, самый широкий разгульный. Устраивались взятие снежных крепостей, кулачные бои. Веселились до утра. Пятница – тещины вечерки. Суббота – заловкины посиделки. И наступало воскресенье – прощенный день. Вот веселились каждый день. Особо любимый праздник. Да, потому что ведь после масленицы наступает прощенное воскресенье, последний день. И знаете, как говорят, нужно обязательно попросить друг у друга прощения, чтобы великий пост встретить в мире и согласие. Вечерки с народными развлечениями и танцами проводят в клубе ветеранов не первый раз. Провели и в эту среду после концерта. Как обычно, участвовать приглашали всех гостей. В этом и суть вечерок, чтобы участвовали все, кто хочет. Молодежь представляли волонтеры Победы и волонтеры Среднерусского института. Друзья, весной, когда мы провожаем зиму, встречаем весну, мы, конечно, всем желаем солнечного настроения, весеннего состояния души. Мы желаем вам всем всего самого-самого доброго. И, конечно, сегодня особые слова благодарности мы говорим нашим уважаемым волонтерам, которые всегда нам помогают. Организаторы говорят, что такие яркие праздники, где показывают особенности русской культуры, вызывают у публики большой интерес. Дмитрий Глухов Евгений Соколов Обнинск ТВ